Рассказывай-то, сама же знаешь. Передо мной лежит газета, на которой вы можете увидеть фотографии с удивительными лицами. Это эстонская армия. Уже шутка состоялась, да? Ну, они, конечно, не очень похожи на солдат. Похожи на таких хуто-хуто-хуторям каких-то. Это вся армия, да? Шесть, шесть. Вся вошла на фотографии. Ну, видимо, все, да. В иностранной прессе стали часто мелькать прогнозы относительно новой войны, главной участницей которой станет Россия. Это так считают в Эстонии. И подтверждение тому слова главы военного ведомства Эстонии Яака Аввиксо. Он публично пригрозил. Если власти срочно не выделят на оборону еще 300 миллионов долларов, случится страшное. Часть населения Эстонии угонят в Сибирь или расстреляют. Интересно, вот в европейских странах у них своя реальность. То есть эстонцы идут в Европаранте и говорят, выделите нам деньги, иначе нас угонят в Сибирь. А там им верят. Классно, да? Можно пойти все, что угонят. Вы знаете, Россия решила закрыть Эстонию и построить вместо Эстонии боулинг. Если не хотите, чтобы нас сбили шарами с дырками, выделите нам 770 миллиардов долларов. А европейские говорят, хотят боулинг открыть? Да ладно. Верят все. А есть документы? Нету. Нету. Верим. Верим. Что за война? Я понять не могу. Да они накурены. Может быть. Судя по тому, что они делают, они накурены. Не, Эстония-то еще понятно. Эстония... Посмотри на это лицо. Это же видно, посмотрите. Что он может сделать? Посмотри. Тест на марихуаду только что. Что он дешевый? Человек, который похож на кеглю. Он действительно... А представьте, вот таких хотя бы 20 на тебя бежит. Это не страшно, это смешно. Вот, видимо, в этом и заключается смысл, когда 20 таких бегут на тебя, а ты шаром раз и страйк. Кстати, Саш, на твоей футболке портрет эстонского солдата, возвращающегося домой из армии. Да, действительно. Нет, нет, это не возвращающиеся, это вот они так служат. Это команда Смирна. Команда Смирна в Эстонии. Смирна! Равняй! Уважаемые эстонцы, если вы нас видите, никто никого не собирается никуда угонять. Не волнуйтесь, друзья. А что еще за новости из Эстонии? А вот еще новости из Эстонии. Вообще новости из Эстонии, вторая сегодня уже. Планируется в Эстонии... Это говорит о том, что ближайшие 8 лет новостей из Эстонии не будет. Планируется внесение поправок в закон об именах. Чтобы стимулировать... В Эстонии? В Эстонии, естественно. А где еще? Дело в том, что у эстонских солдат есть имена, Саша. А их первый, второй, третий, не так их называют? Нет. Рыжий, зеленый и у кого отец корову продал. Планируется внесение поправок в закон об именах. Чтобы стимулировать некоренных жителей менять фамилии на эстонообразные. То есть, предположим, твоя фамилия Светлаков. Я тебя одновременно и напоминаю, и приглашаю принять части в дискуссии. Так, так. И твоя фамилия, следуя логике, значит, вот этих людей, которые в Эстонии... Свет... Светлаков. Светлакой, две В, Светлаков. Нет, это наводки, когда ты фамилию свою прочитаешь, как ты хочешь. Две Ф в конце там. Там две Ф будет в конце. Светлаков? Да. Но это же очень хорошая, на мой взгляд, логика. Потому что, как пишет независимая газета, где Пушкин, там и Пушкинян. И Пушкин. Пушкин. А как твою фамилию, Вань, переделать? Там и так непростая. Урган. А я серьезно вам хочу сообщить, что мою фамилию переделывать не надо. Дело в том, что мои предки, заранее зная об этой ситуации, уже переделали фамилию. Она эстонская. Ургант, это эстонская фамилия. А изначально как звучало? Ура? Изначально фамилия Ургант как звучала? Да. Светозаров. Светозаров. Дефис Переяславский. Пушкин начинает с... Пушкин. Пушкин. На самом деле, собственно, этим самым узаконили как бы заик на территории Эстонии. Как там? Пушкин. Молодец. Проходи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.